Ну, акция чисто вот такая, знаете, с повязками медицинскими, что нам все-таки закрывают рот и вторая просьба – не молчать. Ну, вот с приводу ситуации на заводе. Вот нас жмут, а нам все равно не надо молчать. Не надо. Что не так? Давайте сначала, что не так у вас на заводе? С привычного вы вышли не молчать. Ну, все же не так. Зарплата, все. Просто народ стал нищим. За вот эти годы народ обнищал до такой степени, что он просто не может себя, ну, здесь восстановить даже до работы. Заработки в 1700, 2500 на основном производстве, 3300 заработки – это, ну, никак. Вот таком, на таком сложном предприятии, если вы представляете, что это нефтеперерабатывающая забота, это грубовая такая, знаете, махина, бомба, которая работает. С постоянным риском, с постоянным давлением, температурой, особо опасными условиями труда. Не поднимали. Не поднимали. Не зменшивали, не поднимали. Она просто у нас обесценивалась за эти годы. Ну, не будем в долларовом эквиваленте приводить. Но если она тогда, грубо говоря, у меня даже доходила до, грубо говоря, 500 долларов, то сейчас она уже 300 счетов. Клатят вовремя. А? Клатят вовремя. Да. Где-то 5 лет. 5 лет. И вот это, буквально, вот, как акции пошли, нам добавили 13%. Вот, буквально, вот, уже когда у нас процесс пошел, ну, мы просто… Когда у нас процесс пошел, когда вы стали не мовчать? Когда мы стали не мовчать, когда мы уже 2 месяца им вот так вот грюкали в двери, наверное, не стукали, а уже грюкали. Мы приглашали на второе производство людей, ну, администрацию и наш профсоюз. Объясняли ситуацию. Давайте, если такое сложное… Вы обращение читали, да, знаете? Да, да. Мы просим, если так трудно на заводе, если такая ситуация с нефтью, хорошо, давайте в объеме нашего фонда зарплаты, нашего бюджета предприятия, найдем резервы и как-то… Ну, когда люди получают такую мизерную зарплату и, зная, ну, не понаслышке, потому что, вы же знаете, век информации, все равно мы знаем, что получают, что когда зарплаты доходят там до десяток, сотен тысяч, то, извините, как-то же надо, по крайней мере, если мы в Европу двигаемся, как-то надо распределить это рационально, правильно? Чтобы всем хватало. И мы начали по этому поводу обращаться. Давайте. Что такое повышение, например? Вот, всем повысят зарплату на 10%. Хорошо. У пацана две тысячи, две с половиной, у кого-то там, грубо говоря, 70-100 тысяч. Это что, нормальное повышение? Ему и тем? И мы сказали, ну, есть же какие-то методы расчета, там же в обращении так и указано. Согласно вот этим методам расчета. Я могу даже цитату привести, это недолго. Вот в обращении мы писали. Поэтому мы решили обратиться к акционерам Ухтатнафты, просим разобраться с положением дел и оплаты труда на ПАО Ухтатнафта. В пределах бюджета предприятия и фонда заработной платы ПАО Ухтатнафта, включая и высшие руководства предприятия, менеджера, советников, помощников и там не знаем кого еще, произвести перерасчет заработной платы согласно принятых методам расчета, выдерживая процентное соотношение, как это принято в цивилизованных странах. Понимаете? Все, больше ничего. Я думаю, чтобы на таком предприятии жить, 3200 это мало. Для людей в пределах 5000, и не сразу это. Да, мы понимаем трудности, ни в день это делается. Давайте какой-то... Мы что хотим? Мы хотим с ними встретиться и начать какой-то диалог. Они с вами не встречаются. Они... Мы просили встретиться во дворце. Люди боятся. Они говорят, давайте 5-10 человек приходят, и мы с вами разговариваем. А ребята говорят, знаем мы ваши 5-10. Вот прессовка началась, эти 5-10 сразу и вылетают с работы. Понимаете? Говорят, давайте соберемся коллективом, закрытым, по пропускам, во дворце. И начнем какую-то программу действий. 10% когда это будет? Да, мы понимаем ситуацию. Да, это в день не делается. Да, пересчитывается не в день, не так быстро. Это... Да, но надо заниматься этим. Когда люди идут вот таким вот, вы понимаете, во-первых, пресс на заводе, пресс на проходной, и они идут домой злые, как собаки, и ищут потом где-то работу, то, извините, о каком спокойствии нормально может быть в коллективе? Коллектив просто вот так вот. Вот так вот, вот так вот, вот так вот. Все оно накручивается. Понимаете? На радикальные мы не собираемся. Знаем ситуацию. Пока в стране такая ситуация, давайте разберемся с границами, с Россией. Вы не хотите подключить коллег с инженом? Мы... Да, да. Мы хотим, единственное, что мы хотим, и я сегодня там на громадском так заикались, мы, да, что именно мы хотим, действительно, какой-то независимый профсоюз все-таки надо. Надо защиту людям. Надо защиту людям делать. И, возможно, даже это организовать можно даже в Кременчуге и всех заводов. Мы, как вы понимаете, представители громадственности, в основном все тут люди проживают, мешкают на посольке молодежном. Я тоже проживаю здесь, на молодежном. Поэтому общаюсь с ними каждый день, слышу о их проблемах. И слышу о БТФ, мы все решили выйти их поддержать. Спасибо.